Привет! Кто там в комментариях возмущался, что я не здороваюсь? Ну, иногда могу не поздороваться, не считаю, что это прям так важно все время здороваться, ребята. Это такое. Это просто ко мне пристали. Как был комментарий, ты правда столько оладьев все знаешь? Боже, тарелочка с пятью тонкими оладьями из банана одного. Для кого-то это что, гигантская порция? Ну, я не знаю, ведь эти дочки придумывают. Так, сегодня у нас, как я и говорила, относительно свободный день. Ну, у меня чисто свободный день прям не бывает. Я вот сейчас на сутки там работать начала. Сейчас я иду на эпидитюр, и тоже буду дальше сидеть работать. Удобно то, что я могу просто вот везде, везде выполнять свою работу. Это реально здорово. После эпидитюра мне нужно зайти в офис на работу ненадолго. Потом хотела еще поискать вот этот вот чипчик на голову или капюшон, не знаю, как правильно называется. Сегодня еще и черная пятница, может, и скидки будут. Нужно в банк попасть, забрать зарплату с ютуба и зайдем к маме. Они с папой ездили в Киев, вообще по работе, но она мне кое-что оттуда привезла, поэтому надо будет зайти. Как вы видите, у нас сегодня сменилась очень сильная погода, у нас сегодня тепло, перепады сильные. У нас будет где-то там, мама говорила, до 13 градусов тепла. Представьте, с мороза такого до такого тепла это еще не каждый месяц. К моему огромному сожалению сделать какую-то красоту на ногах не получилось, потому что у меня очень сильно побитые пальцы большие. С детьми, точнее, у меня такая проблема была, и в прошлый раз она была. В общем, все стало только хуже, наверное, из-за того, что добилась обувью танцевальной на ногу, и гель добил, и, короче, там жесть просто с большими пальцами. Там они синие полностью, поэтому мы с мастером поговорили, решили, что с ними вообще полностью лак. Просто сделали педигур, чтобы были аккуратные ноги, и я буду ждать, пока это все заживет. Надеюсь, не пройдется какой-то кошмар. Мне девушка сказала постоянно подрезать длину, чтобы не было давления. Это моя оплошность, наверное, что зимой все-таки, если вы танцуете или занимаетесь спортом в какой-то обуви, и носите какую-то обувь, которая придавливает ногу, гель лучше не делать. Но я просто привыкла к тому, что педигур был красивый круглый год, тем более, что у нас конкурс скоро по востоку, и там ноги открыты, и мне всегда как-то звукает красивый педигур. Но на данный момент нужно позаботиться о своем здоровье. Короче, я зашла в Варус, но я раньше освободилась, зашла в Варус. Вот у нас тоже есть небольшой новогодний отдел, и, смотрю, здесь лежат ветки. Как вам показать эти ветки? Прикольно для тех, кто любит что-то такое декорировать. Можно, во-первых, собрать какой-то букет, поставить какую-то там хлопок, купить что-то красненькое, сюда гирлянду, можно наказать, и это будет прикольно смотреться. Или просто куда-то их вот так разложить и тоже гирлянды обмотать. Ну, в общем, прикольно. Ну, вот такая вот одна палка. Палка! 169 гривен. Ну, то есть, ну, как бы выглядит просто более-менее нормально, симпатично. Потому что рядом здесь лежит как гирлянда, но она как вообще никакая. Вот это выглядит как настоящая. Здесь у меня очень важная покупка. Причем покупка, сделанная по вашей рекомендации. Надеюсь, что мне понравится. Тут в Украине есть очень красивый островок с действительно симпатичными товарами. Я редко здесь что-то покупаю, но здесь реально можно что-то найти новогоднее. Здесь снежные шары, красивые игрушки, свечи, кстати. Смотрите, свечи здесь классно пахнут. Ну, в общем, такое, знаете, домашняя утварь симпатичная. Вот, сколько всего новогоднего. Это похожий ассортимент на камелию, который находится здесь же в Украине внизу. Ну, знаете, как я ненавижу этот магазин камели. Какой бы он красивый ни был, отношение к клиенту там просто ужасное. И вот оно как-то не меняется из года в год. Вот наш дружочек. Видите? Только эта конфета, которая стоит 700 гривен, она уже с конфетами внутри. То есть вот внутри еще 4 конфеты. У меня же был такой шар пустой внутри. Я такого, кстати, в продаже и не видела у нас. Ну, тоже прикольно. Но, как я уже и говорила, это не оправданно дорого. Потому что, по сути, лучше просто купить коробку. Но выглядит оно эффектно. То есть я радовалась, когда у меня была такая конфета. Но вкуснее есть не эту оболочку, а реально сами конфеты. Банки просто гигантская. Очередь в кассу была. И буквально через 5 минут, сколько там ее простояло, то очередь еще и тревогу объявили. И кассира еще не было. То есть, может быть, была тревога. Далее отбой все пришли на кассу. Потом снова дали тревогу. То есть в бар попасть очень сложно. Мне вот реально надо забрать деньги до выходных. Потому что надо будет платить за съемку, платить за образ. Я записалась в джибар на воскресенье, чтобы делать прическу, макияж для съемки. Короче, траты будут, а тратить нечего. Ладно, остановка у мамы. Просто мировая мама. Пришла к ней, ее дома нет. Смотрю, Калиныны вещи лежат. Я же звоню, говорю, мама, ты где? Она говорит, я выбежала в сельпо. Не поверишь, хотела тебе звонить. Я там оставила суп для тебя. Там салат в холодильнике. Сейчас приду, тебе чай с печеньками сделаю. Я вообще в шоке. Я говорю, мам, ты не перепутала меня. Я говорю, ты обычно для меня никогда так не оставляешь, откуда она знала, что я приду голодной, что буду обедать. Ну, то есть я не говорила, во сколько я приду, когда я приду. Ну да, я сегодня реально обед пропустила. Но все равно, боже, мама, это просто... Наконец-то кофеек с мамой. Будто пусть сто лет мы с ней кофе не били. Я тебя давно и не видела. Я не помню, когда я тебя убила. Ну, может, неделю мы и не виделись тоже с тобой. За пакет красивый. А, это хорошо. У тебя сладенький, я же это самая. Ой, какой красивый. А еще, когда уезжаешь, знаешь, далеко, то, кажется, вообще сто лет не уделись. Да. Жироги, я кучу, что маме сошел, бабушка, ты часто уезжаешь, бабушка. А ты и не часто уезжаешь. Ну, ему это часто. Хотя ты просто что-то в последнее время, ты вот была... Ну что, я ему тоже одному такую дорогу, знаешь? Ну, конечно. Это неплохое печенье, это рогалики. Это все этот супер печенюшка? Угу. Мама никогда не может пройти спокойно мимо супер печенюшки. Да? Да. А что тут рулет меренговый был вкусный? Ты что там ела? Рулет меренговый очень. Нихи Павлова вкусные, но Павлова не было сейчас. Ну, я же заходила во сколько, где-то полуденадцатого еще. Интересно, они будут перед Новым годом продавать какие-то пряники имбирные, что-то такое? Не помнишь? Нет. БПЛА над Мистом летает у нас. Сначала прилеты, а потом летает этот, туда, и не шарпал. Да, да, да. Сегодня вроде бы в Днепре взрывы были. Ты знаешь? Ну, это же ракета, которая летела мимо нас. Они же написали, что все в укрытиях. Мы же помчались с ручкой в коридор. Потом Карина говорит, все, пронесло. Дальше типа полетела. Пишут, что на Днепр полетела. Смех и грех, реально. Ну, не пронесло, по сути. Нас, типа нас пронесло. Полетела дальше. Ну, это вообще уже. Ну, шо, шо. Уже второй год мы так, так и смотрим. О, ракета летит. Надо что-то делать. У меня бывает такое, что смотрю, ракета летит. Такая стала в коридор. Ну, и вышла с него. Ну, типа летит. Ну, а шо, куда? Обычно сейчас в последнее время прилеты, и потом сразу же этот летает, смотрит. Да. Курыгувальный. Это капец. И никто никого, их не избивают, не трогают. Ну, я не знаю, слишком высоко или что. Я не поняла тоже, почему это не избивают. Это ж... А, ты не была, когда троны у нас летали? А, ты же была, вы были с папой. Я вообще не могла, я спокойно спала. Я думала, да кто-то что-то сверлит. Я вообще это, вообще никак не связала. Ну, вот слово совсем. Ещё делаю телевизор, думаю, да что такое? Кто-то сверлит, блин, уже поздно. Ночью ремонт кто-то затеял, думаю. Он дрынчит. Ага, какой-то, как перфоратор. Да, как мопеды, мопеды. А, вообще, ну, а потом раз, опять. Но звук, как будто не с дому, а с улицы. Папа, да это какие-то там гоняют на машинах этих. Я говорю, да нет, ну звук, перфоратор работает. Ну, вообще, понимаешь, и вы мне ничего не писали. Я же себе думаю, если что-то, Карина мне уже писала. Ну, мы все сидим, слушаем. Ну, я себе, я вообще, вообще была спокойная, пока на утро не узнала, что-то, оказывается, сбивали там. Люди в центре там шоке были, да. Они видели их, они их слышали. Ну, короче, это жесть там была. А может, как-то нас не было, когда вы слышали, как-то было у вас, у нас, Карина, когда было, вас не было дома, где-то мы были. Мы, в принципе, их не слышали. Как-то слышали отдельно, мы слышали над речкой летели, как-то слышала и ночью автоматную очередь, как их сбивали. То есть, что мы пока уже не слышали. Автоматную очередь слышали, как артиллерия работает, там все вот эти виды ракет, а вот именно шокедов я не слышала. Ну вот, ну и их услышала. Я слышала, ну как, их сбивали, вот, типа, вот это было. Именно как они дрончат, я вообще с этим не слышала. Я купала фрукты, а женщина там выкладывает фрукты, что-то я с ним, что-то мы с ней разогарились. Я говорю, дешевле, а, я говорю, дешевле, чем на Запорожье. Она говорит, да, она там откуда-то сказала, ну тоже где-то уехала, говорит, как на степаре сбросала. Там говорит, нет, мы в Запорожье живем, говорит, поработать приехали. Она говорит, с какой части Запорожья, с нашей или с той? Я говорю, в смысле? Ну, говорит, вы с нашей части или с той части? запорожье шарики попадали напополам может она имела ввиду все-таки область нет и залая запорожье на вы с какой части запорожье город город же поделим пополам это трэш потому что это же запорожье весь город наш что только там вот мы за границы у нас мы последний прифронтовой у нас уже буквально 20-30 километров линия фронта всего резонально уже у 20 километров 30 максимум смотря с какой стороны вот у васильевка тут даже ближе тут не на километров 25 там 30 и все там уже говорю оккупированные территории а город говорю целый нормально я приехала с российской стороны запорожье такая затарится в киеве я решила была я была очень так жалко с ночи были тоже шпали не доварит а вы говорите купе вы спросите как он сказал вы же россия чешула что-то у вас там уже откуда мы запорежья вас там уже русские что мы что запорожье блин этого все же как бы мы могли даже прийти мы были купе как бы на камеру приехали да ну как бы логично но это печально на самом деле это даже уже и не смешно когда люди не знают что в том какие у тебя же в стране я вообще очень расстраиваюсь когда выезжают за пределы запорожье даже ну так вообще шучу людей все оторваны от реальности но некоторые действительно жаврю интервью проводили в киеве спрашивали где азов азовцы где азовцы что с азовцами они не знают некоторые люди вообще не знаю что они в плену уже второй год они все еще думают липань там азов стали защищать еще что-то это можно ли там кто-то что-то вам бы не писал там вы ходите по кафе вы да мы создаем видимость мы создаем делайте масть нормальной жизни потому что это уже просто психологически и физически это просто уже наносимо все все равно как бы ты не веселился или там что-то вкусное не кушал что-то ты бы не делал и вообще бы не разговаривал бы о войне но она над тобой висит когда могла меч все равно это есть куда-то давай мы не денемся и спад ложись а в умоле себе просыпаешься слова тебя господи шумы открыли глаза и в целом своем доме и я не знаю потому что это все страшно и вот это вся создание видимости что там где-то зашел в кофе в кофейню выпить чашку кофе какой-то магазин зашел какую-то тряпку купил но в целом вот особенно если я села на маршрутку поехала по городу едешь по городу тех а вот такие руки строятся высокие дома дороги там чистят смех только выпал моментально чистят и магмине тракторцы по тротуарам и дорогу почистили трассу почистили люди ездят не протолпиться едут мужчины женщины мальчики девочки за рулем все куда-то едут едут все телефонах людей купить жизнь их везде много торговых центрах там везде я была в 1 торговый центр ты работал это убить день тревог не было мы были два дня две ночи тревог не было ничего как бы вообще вот просто нормально нормальная жизнь если нет эти плакаты наши патриотичные то в принципе и ничего не напоминала войне а у нас всем маршрутку и едешь и полгорода заколочена фанеры вот едешь аврора которая почти два года не работает которые люди не работали тут же люди не работают и турист на что уже половина заколочены фанеры все а дома жилые то есть и были рядом прилеты у нас полгорода заколочена фанерой церковь на голенка дом и вот эти вот все магазины там ну то есть вот реальность такого как бы ты от нее не хотел куда-то уйти но ты от нее не уходишь и мы вчера же подъезжаем уже это самое выехали на нашу трассу же мы под первоградской трассе как-то ехали через черкассу черкасскую короче мы не дали хочу какой-то дороге ехали уже назад тяжелый черно так короче говоря что мы выезжаем и уже подъезжаем запорожью последний пост я потому так и хотел запорожья там были то мне кажется у нас даже дух в городе вот между людьми совсем другой чем но я бы я не была потому что это твой родной город но ты тут живешь все равно мы как-то знаешь вот от этих прилетов этих бесконечных нас уже тревоги даже не вручают на улице или уже них или кричал как-то так через раз каждая да как-то уже то как-то забывала пушевно время да так страшно как начнут включают несколько раз как-то все равно у нас другой дух что другие настроения заключается с тревога где-то если ты в общественном месте так раз так каждый друг на перри вернулись посмотрели что ну вот мы тут все и слава богу это всех это тревога бесит кто ничего не может сделать в банке сегодня я стояла все психо нами прятаться некуда что в киеве не себе вот метро я шла по подземному переходу там такой подземный переход от отель где мы жили знаешь какой там я иду мне сразу мысль вот здесь классно прятаться от прилетов понимаешь что у меня в голове хороший такой подземный переход вам уже не один их много а нам куда прятаться ну куда нам прятаться ну есть у нас новострой и подвал они дай бог шо там и служится это домом как у нас пятиэтажки раскапывали больше недели больше недели раскапывали пока дошли до подвала куда прятаться десятиэтажным дом тем более в новом которая так вот у все на тепля была строим не расстраивайся на шопа не бежите в укрытие к и укрытие утра смешная карина смешная тоже стена стекло 1 2 вот она ну что это не стена кладу там кладовка там не стена даже на кладу такая стена зеркало вот в коридоре мы сидим это такой куда вся стена я не угадаешь потому что поэтому мы же мы на месяца два первые два месяца войны мы тут расстилали матрас снимались и душ на диван на полу входной двери мы ложились и стелила постель и мы там ложились как только начиналась тревога мы шли до крайне неудобно было спать получается сидюшка у так я сгадываюсь и там удобно на полу короче говоря даже сон в коридоре уже все слава богу прошло два месяца я стелила регулярно если нету тревоги мы не идем утром стою собираю вещи я все время готовила вещи на случай того если надо а когда ты знаешь когда надо одеваться вот когда ты знаешь да вот ты лежишь ночью спишь ночной рубашки да и наготавливала теплые штаны свитера наш война зимой началась холодно тогда было куда-то бежать а вы даже ни один раз не спустились в убежище настоящего не видели как там то было вещи ключи нас того чтобы если что бежать а так вот как люди спят и приют и что человек не успел одеться какой там да там не дойдут а там не дай богу ночнушки я всегда об этом думал когда это приют и ночью так в чем я деда сейчас мы радюша примечиться надо будет и мочелёк делать он контролирует чтоб там было там же написано радюша одежда не написано как-то был радюша потом приходит а там кариночка а откуда это бабушка себя плохо вёл и машинка я не знаю я ничего там я не умею это машинка сама ну и делаешь все плохо лишь так он это даже бабушка что там написано как и лёгку страшно и лёгку во-первых меня соседи уехали их уже месяца нету больше у меня шел как кладу это как-то уехали не цветок это там умный вынесли на площадку и не сказали типа там поливаете уже как-то было его переставила по-другому они вот так поставили мне не нравится как он стоит он детка упирается стенку после а я его поставила по-другому я же на площадке убирают уменьшили убирать я вышла убирать и его повернула как как бы я им поставила чтобы он рос спокойно через время смотрю они его отдыха но все стоп ира остановись цветок не твой не лезь а потом их нету нету сигнализация постоянно двери вижу огонек нету неделю мира вышла убирать и шуте точек палить надо земля сухая побрызгать надо но он его побрызгала но нет не кручу не трогаю но бы его жалко не то что там есть когда надо его обрезком вообще-то сделать по-хорошему но я же не трогаю но не сказали не знаю но их уже особый предключает этого этого как же если они уехали на брал у нас всех разрешения сам себе построил и типа если вам вдруг что-то надо нам только коробка я уже так хочу прийти к маме чтобы у него здесь елка стояла но пока не стоит я выдумываю что мы тоже скоро поставь наверное следующей неделе уже поставим елку дело в том что мне предложила сотрудничество клининговая компания надеюсь что на с ними все получится а я думаю это просто прекрасная возможность воспользоваться их услугами потому что нам надо или окна там помыть или мебель мол оказывается стошнило несколько раз на диван и только вчера лишь об этом рассказал я не хотела тебе говорить чтобы тебя не расстраивать но он как бы за ней все убирал но это случилось я так переживала что будут на диван тошниться что котель они все равно периодически этим занимаются так скажем и блин я расстроилась думаю ну пипец у нас и ковры были ею испорченные в одно время я как бы вымывала но все равно узнаете эта мысль что ее тошнило и на ковер и на диван не дает мне покой надо это вот сюда чистить надо окна мыть только после этого я хочу чтобы мы поставили елку учитывая что я еще наряжаю все по новому году после того как мою кухню в начале декабря надо мыть кухню вот надо на следующей неделе мне выбрать день что приехала и клиниковая компания и кухню помыть по убираться и уже в первых числах декабря поставим елочки я люблю я рада что теперь я могу это делать рано а не там ждать когда родители уже пойдут за елкой живое когда мы жили вместе там двадцатых чистых мы ставим подарки из киева короче мама была в республике в новом другом центре попал магазин кико и говорю купи мне блеск потому что блеск и там классный я сейчас и навозюкалась запоминайте это кико милану 3d hydra lipgloss оттенок 21 это очень красивый оттенок похожий на шоколадный где такие цвета идут я их очень сильно люблю и это реально красивый цвет сейчас на мне это бомба вот я для себя открыла все шоколадные оттенки и персиковые что что-то прямо моё моё вот те что в розовинку не так не идут как эти классный блеск он стоил 500 гривен в кико милану в киеве я такой блеск покупала в хмельницком за 600 это же серия только другой цвет поэтому такой подарочек это два батончика мама не привезла она думала что они без сахара на самом деле это сахарные батончики она спрашивала там какой-то девушки продавца так и не понимала что она продает поэтому думали что без сахара не сахаром на самом деле это вообще прикол обычно я не показываю прям такое белье на это подарок от мамы короче эта фирма так что называется т.з. не слышала не знаю как они прочитаются что никогда ничего не заказывала короче там была акция типа берешь там эти трусы или двое третье в подарок и короче мам что-то там насмотрелось что надо на новый год обязательно быть в красном белье вот просто если ты в нем будешь все будет прекрасно все в новом году и купила себе мне и карине красное белье я человек вообще не суеверный я в такое не верю но думаю ладно пусть будут пусть будут красные трусы теперь будут лежать до нового года дожить бы чтобы потом надеть и папайка ну папа я не знаю чего вам привезла потому что я там до показала что в киеве на дешевле а тут она приехала в запорожье цена тоже упала на нее просто мы любим папайю и вот сейчас в это время ее выгодно относительно покупать вот такие вот подарочки ну вот эти трусы это конечно капец и блеск очень красивый блеск я вообще рекомендую обратить внимание на вот эти блески кико они недаром такие популярны вот друзья с вами буду прощаться сегодня у нас такой был день мне просто нужно будет дальше вечер посвящать монтажу нашего фильма потому что я грубо говоря на финишный прямой у меня есть весь материал для того чтобы с ним работать я наверно буду скидывать на ноут и доделывать там все фишки потому что надо будет кое-где футажи накладывать кое-где звуки кое-где какую-то обработку вот поэтому надо будет до выходных все сделано что на выходных у меня танцы 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 и с лёшей может куда-то пойдем поэтому хочется как-то время уделить мужу и тебе а не только вот этим всем темам в телефоне увидимся очень скоро берегите себя пока